Президент Европейского банка реконструкции и развития приехал в Киев, чтобы обсудить вопросы поддержки Украины и будущих реформ в стране. Хроники АТО. Ротация российских войск возле украинской границы. Моразм крепчает. В России могут запретить французские вина. Причина – заморозка поставок кораблей «Мистраль». Добрый вечер. В течение 30 минут о главных событиях дня в студии Оксана Гуцайд. Петр Порошенко встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития «Сумма Чакробарти». Они обсудили вопросы поддержки Украины и будущих реформ в стране. Порошенко заявил, что ЕБРР, Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский инвестиционный банк являются крупнейшими инвесторами в Украину. Глава государства также обратил внимание на необходимость восстановления инфраструктуры Донбасса и отметил, что в начале следующего года планируется донорская конференция для нашей страны. У нас есть очень хороший план для инвестиций в Украину, и я надеюсь, что ЕБРР проведет большую работу. И уровень помощи вместе с МВФ сделает ЕБРР одним из самых крупных инвесторов в украинскую экономику в той довольно трудной ситуации, в которой мы находимся. Мы собираемся привлекать много инвесторов, чтобы они вернулись в Украину снова. И я могу сказать, что мы знаем потенциал страны и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Но нам нужно увидеть полный разрыв с прошлым, в сроках реформ, в практике хорошего менеджмента, в борьбе с коррупцией и так далее. Глава ЕБРР также встретился с премьер-министром Украины. Стороны обсудили приоритеты сотрудничества в рамках принятого 19 ноября пакета укрепления реформ. Речь идет в частности о прозрачности управления государственными расходами реформы энергосектора. Кроме того, Чакробарти подтвердил готовность ЕБРР к дальнейшему увеличению объемов своей деятельности в Украине, в том числе и финансовую поддержку корпоративного сектора. Европейский банк реконструкции и развития готов выделить Украине финансовую помощь для работы офиса бизнес-омбудсмена. Размер помощи составит полтора миллиона евро в год. Предполагается, что бизнес-омбудсмена изберут путем консенсуса между бизнес-ассоциациями и правительством Украины. Бизнес-омбудсмен получит полномочия для публикации отчетов. Вместе с тем, стороны признают, что институт бизнес-омбудсмена не будет правоохранительным органом. Он не будет иметь каких-либо полномочий для уголовных расследований. Уборка урожая подходит к концу. Весь мировой рынок в ожидании, сможет ли Украина выполнить ранее подписанные контракты по экспорту зерновых. Военные действия в стране и утрата крымских портов только подогревают ситуацию. Как работают аграрии и удержит ли Украина лидерство на международных рынках, об этом в нашем сюжете. Украина всё ближе к новому рекорду по объёмам собранных зерновых. В закромах уже более 62 миллионов тонн пшеницы, кукурузы, ичменя и ржи. Ещё миллион, и можно праздновать победу. Осталось убрать последние 3% заселенных площадей. И это без учёта Крыма и оккупированных территорий на востоке страны. В так называемых ДНР и ЛНР вряд ли удастся что-то собрать, говорят в Минагрополитике. Даже если какое-то зерно и будет, то точно пойдёт не в общие закрома. «Более миллиона гектаров земли у нас обрабатывается в Донецкой и Луганской областях. Из них где-то 200 тысяч находятся на оккупированных территориях. Поэтому тот урожай поздних зерновых, который мы можем потерять, я думаю, что мы потеряем. Ведь непонятно, что происходит с тем зерном». Но паниковать не стоит, говорят участники рынка. Ведь ни Крым, ни Донбасс никогда не обеспечивали Украину хлебом. А нынешнего урожая хватит, чтобы накормить и себя, и соседей. Кстати, трейдеры уже активно поставляют украинское зерно на международные рынки. Важно, что военные действия в стране, утрата Севастопольского и Керченского портов, не влияют на темпы экспорта. «Украина экспортировала больше 14 миллионов тонн зерна. Темпы больше, чем в прошлом году. Мы, наоборот, беспокоились, что после временной потери Крыма и потери этих портов у нас темпы могут упасть. Но так произошло, что как-то одесские порты, Николаевские подхватили эти объемы. И за счет организации работы, за счет какого-то дополнительного, более серьезного отношения у нас темпы увеличились. Алексей Водотурский, крупнейший игрок на зерновом рынке, подтверждает, что ситуация в Украине только мобилизировала силы. «Мы в этом году сохраняем лидерские позиции. И мы за первый квартал маркетинга года с 1 июля по 1 октября наша компания отгрузила рекордную за всю историю первого квартала зерна на экспорт. Мы экспортируем 1,328,000 тонн зерновых масличных культур. Но ситуация на Украине для экспортеров никакого влияния не оказывает». Даже менее крупные трейдеры сворачивать экспортные программы не собираются. Правда, и увеличивать тоже. «Поставки на экспорт не будут выше, чем в прошлом году. Это порядка полмиллиона тонн. Связано это с ограничением, к сожалению, финансирования банков. В связи с ситуацией в стране резко сокращено финансирование торговых операций. Поэтому, к сожалению, это цифры пока прежние, в отличие от международных компаний, которые могут себе позволить финансирование». Главное, что ни одного экспортного контракта сорвано не было. В планах трейдеров поставить на мировые рынки около 34 миллионов тонн зерна. В таких объемах Украина еще не экспортировала. И это тоже новый рекорд. Катяна Степанюк, Данил Городецкий, БТБ. Оформление наследства упростили. Соответствующий закон подписал президент Петр Порошенко. Одныне необходимые документы для получения наследства и регистрации прав граждан на унаследованную ими недвижимость можно оформить по месту жительства. Это не только делает соответствующие услуги более доступными для наследников, но и уменьшает временные и денежные затраты на оформление. Первый замглавы администрации президента Геннадий Зубко отметил, что принятие этого документа является реализацией одного из направлений децентрализации власти. Ведь органам местного самоуправления предоставили полномочия по оформлению наследства. Кроме того, отменили обязательное проведение оценки имущества и установили нулевую ставку налогообложения для наследников первой и второй очереди. То есть муж и жен, родителей и детей, бабушек и дедушек, братьев и сестер. Первые электронные госзакупки пройдут в Украине в декабре. В тестировании системы примут участие 4 госучреждения. Тендеры пройдут только на так называемые допороговые суммы, то есть до 100 тысяч гривен. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Быстро, легко и без коррупции. Первые электронные тендеры планируют провести в декабре, когда уже окончательно будет готова к запуску система. Но даже на этом этапе участников тестирования хоть отбавляй. Заявили себя участниками этого проекта, кроме Минэкономразвития, Государственное управление делами, Государственное предприятие «Энергоатом», Киевская городская государственная администрация. Рассматривает вопрос участия в проекте и Львовская городская администрация. После такого тестирования эксперты поработают над ошибками и усовершенствуют систему. Ведь в планах расширить сферу ее применения на все закупки, которые осуществляют госструктуры. Но для этого нужен закон. Документ уже на финальной стадии разработки. Главное отличие с действующей системой в принципах и подходах. Проверка участника уже после того, как была проведена процедура и определен победитель. Соответственно, декларативный принцип участия. Это возможность получить гарантии, определенные от таких участников. То есть их синхронизация с финансовой системой, с банками, которые смогут предоставлять гарантийный взнос. В Европейском Союзе за принятие в Украине подобного закона обеими руками. Ведь требования изменить систему госзакупок и приблизить ее к нормам ЕС прописаны в соглашении об ассоциации. На все про все у Киева 8 лет. В обмен на эту очень сложную задачу для Украины будет постепенно открытие рынков, чтобы украинские предприятия могли иметь доступ к закупкам в Евросоюзе. Точно так же и европейские предприятия будут иметь доступ к закупкам в Украине. Это значит, что со стороны Евросоюза отговорки, что нужно исключить украинское предприятие только потому, что оно украинское, быть не может. Однако и украинским предприятиям следует приложить усилия, чтобы победить в тендерах. Одного желания недостаточно. Продукция должна соответствовать техническим стандартам и нормам Евросоюза. А это уже на совести самого производителя. Анна Каменева, Александр Банный, БТБ. В Национальном банке Украины состоялось очередное совещание с руководителями 40 крупнейших банков. Финансисты обсудили вопросы курса образования, формирования обязательных резервов, ситуации на денежно-кредитном рынке и особенности работы банковской системы в Донецкой и Луганске. Банкиры подтвердили, что прослеживаются тенденции к постепенной стабилизации на валютном рынке. В то же время регулятор в очередной раз подчеркнул, что цель ежедневных аукционов – не удовлетворение спроса на валюту, а возможность найти равновесную цену на рынке. Большинство банкиров призвали продолжать практику проведения ежедневных аукционов. Это предложение поддержала председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева, но отметила, что банки должны указывать реальные котировки валют, чтобы не препятствовать поиску равновесного курса гривни. Также, по ее словам, вскоре будет рассмотрена возможность перехода к форме традиционного голландского аукциона и отмены индикативного курса. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие в мероприятиях в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 2-3 декабря. Он выступит на заседании комиссии Украина-НАТО на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. Также планируются двухсторонние встречи с Генсеком Альянса, руководителями внешнеполитических ведомств, стран-членов и партнеров блока. Консультативная миссия ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины вскоре приступит к работе. Об этом сообщил глава представительства Евросоюза в Украине Ян Тамбинский. В ЕС приветствует принятие украинским правительством концепции первоочередных мер реформирования МВД Украины. В связи с этим в нашу страну направили группу европейских экспертов. Тамбинский напомнил, что ранее приняли стратегию реформирования и развития сферы юстиции. Однако, по мнению политика, самым сложным будет эффективное внедрение проектов и поддержание реформ на практике. В Украину летит глава МИД Швеции. Маргат Вальвстрем прибудет в страну с официальным двухдневным визитом. Целью является обсуждение политической ситуации в Украине, поддержка Швеции, евроинтеграции и содействие развитию украинского общества. В рамках визита политик планирует встретиться с Петром Порошенко, главой правительства, министром иностранных дел, а также депутатами Верховной Рады, активистами и внутренними переселенцами. Российская валюта продолжает дешеветь. Курс евро к рублю на московской бирже сегодня вечером достиг 57 рублей. Курс доллара к рублю увеличился на 74 копейки и сейчас он составляет 45,74. На финансовую ситуацию в Российской Федерации оказывают влияние и геополитический фактор, в частности обстановка в Украине и цены на нефть. Стоимость сорта Brent несколько возросла. Сейчас это черное золото стоит 80 долларов 22 цента. Тем временем России из-за увеличения военных расходов, а также из-за санкций, уже нужна нефть не дешевле 115 долларов. Ранее бюджет Федерации был рассчитан на цену на нефть 100 долларов за баррель. Санкции против России неизбежны, поскольку Москва не стремится решить кризис в Украине. Так считает канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом она заявила в Берлине на первом европейском саммите семейного бизнеса. Мы работаем, позвольте мне это еще раз подчеркнуть, неустанно над дипломатическим решением этого кризиса, который, к сожалению, продолжает нарушать территориальную целостность Украины, поскольку Россия предпринимает неэффективные усилия или не предпринимает ничего. На пути к решению этого кризиса нам по-прежнему нужно вводить экономические санкции. Они неизбежны. Местрали Россия пока не получит. Такое заявление сделал президент Франции Франсуа Ланд. По словам политика, условия, необходимые для передачи в Российскую Федерацию первого вертолетоносца, по-прежнему не выполнены. Глава государства подчеркнул, что достаточно взглянуть на ситуацию в Украине, дабы убедиться, что Россия не готова к компромиссу. Прежде всего, я хотел бы сообщить о решении президента Французской Республики в связи с ситуацией на востоке Украины. Это решение нужно отложить до дальнейших указаний рассмотрения заявки на получение разрешения экспортировать корабли типа Мистраль. В России могут запретить импорт французских вин. Такое предложение вынес член Комитета Госдумы Российской Федерации по обороне Владимир Бессонов. Политик объяснил это решением Франции заморозить поставки кораблей Мистраль в Россию. Парламентарий назвал ошибкой заказ вертолетоносца в стране, входящей в НАТО. Кроме того, российские вертолеты даже не смогут приземлиться на эти корабли. А сегодня министр обороны Франции заявил о приостановке военного сотрудничества с Москвой. Банки Украины должны приостановить осуществление всех видов финансовых операций на захваченных террористами территориях. Соответствующее письмо НБУ было отправлено финучреждением в связи с вступлением в силу указа президента Украины о неотложных мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в Донецкой и Луганской областях. Об этом также говорится в постановлении Национального банка Украины номер 466. В частности, этот документ ограничивает осуществление финансовых операций банками, небанковскими учреждениями и почтой в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями. В частности, приостановят операции по обслуживанию банками счетов, в том числе карточных. Банки могут восстановить эти операции после перехода в другие районы Донбасса, которые находятся под контролем украинской власти. В оккупированном Крыму последовательно формируется группировка российских войск. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании с военным руководством страны. Глава Кремля также заявил, что с 1 декабря на базе Северного флота начнет действовать новое объединенное стратегическое командование в арктической зоне. Напомню, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что на территории оккупированного Крыма федерация намерена создать самодостаточную межвидовую группировку войск. В свою очередь, НАТО утверждает, что Москва вводит на полуостров вооружение, способное нести ядерные боезаряды. Представители разных религий подвергаются дискриминации в аннексированном Крыму и в зоне проведения антитеррористической операции. Самопровозглашенная власть полуострова и боевики на востоке Украины угрожают всем без исключения религиозным конфессиям, кроме Православной Церкви Московского Патриархата. Об этом сегодня говорили представители разных конфессий на пресс-конференции в Киеве. Подробности в сюжете. Террористы регулярно захватывают храмы и запрещают проводить службы. А церковнослужителей и вовсе запугивают. Так, Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата уже не раз заявляла о невозможности осуществления религиозной деятельности в зоне АТО. Более того, сейчас это представляет опасность не только для священнослужителей, но и для прихожан церкви. Тем не менее, часть священников все еще продолжает свою деятельность, только подпольно. Еще часть объявлены персонами нонгратов, так называемых ДНР и ЛНР. На оккупированных территориях в Донецке, в Луганске и в соответствующих районах возможности открыто действовать наши общины не имеют. Наш донецкий архиепископ Сергий и 18 священников внесены в списки для розыска, которые распространены в так называемой Донецкой Республике. Не лучше обстоят дела и на аннексированном полуострове, где самопровозглашенная власть устанавливает свои порядки. Служители церкви разных конфессий заставляют перерегистрироваться согласно российскому законодательству. Для того, чтобы пройти такую процедуру, церковники вынуждены принимать российское гражданство. В случае отказа они переходят в категорию иностранцев, а значит, могут находиться в Крыму не более 90 дней. Также священников регулярно вызывают на допросы в ФСБ. На сегодня в отношении практически всех священников, которые находились на территории Крыма, осуществляется давление со стороны ФСБ. Это постоянные вызовы на допрос, которые, естественно, не соответствуют никаким процедурным нормам. Приходят в церкви, приходят в дома или на улицах, склоняют, можно так сказать, к сотрудничеству. И многие священники из-за этого вынуждены были уже покинуть территорию Крыма. От притеснений со стороны сепаратистов, от правонарушений и угроз страдают все конфессии. Евангелисты, раввины, мусульмане, греко-католики также либо уходят в подполье, либо покидают зону АТО. А вот на аннексированном полуострове по отношению к мусульманам, к которым также относятся и крымские татары, отмечают проявление беспрецедентного ранее в Украине экстремизма. Так, за последние полгода было две попытки поджога мечетей. К тому же продолжается похищение, пытки и аресты крымских татар. Также в Крыму завели правила запрещенной литературы. В список попали классические исламские богословные произведения «Сахих аль-Бухари и сады праведных», которые содержат исламские предания, хадисы пророка Мухаммеда, мир ему. Ссылаясь на запрещенную литературу, выборочно в домах верующих проводятся обыски. Как сообщают сами верующие, ищут оружие, наркотические вещества и запрещенную религиозную литературу. В независимой Украине, где церковь отделена от государства, главенствует свобода вероисповедания. Поэтому сегодня представители всех конфессий, так же, как и жители Украины, должны объединиться для того, чтобы не дать шанса религиозной войне, которую пытается разжечь Россия. Ведь экстремизм проявляется как раз тогда, когда религию пытаются превратить в политическую идеологию. Тамара Каноненко, Олег Павлюченко, БТБ. По мере эскалации российской агрессии на востоке нашей страны, украинцы Италии собирают многотысячные митинги и акции протеста против президента России. Их лозунги «Путин вон из Украины», «Сегодня Симферополь», «Завтра Рим», «Европа опомнись». Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказала украинка по происхождению, главный редактор украинской газеты из Рима Марьяна Сараневич. Она отметила, что главный посыл украинцев в Италии состоит в том, чтобы остановить путинскую агрессию и отрезвить мир в борьбе за демократию. Ведь Третья мировая война может набрать обороты и докатиться в конечном итоге до Италии. После эскалации российской агрессии в Украине украинцы Италии начали собираться в центре Рима для того, чтобы обратить внимание мирового сообщества на события, которые происходят в Украине. В Рим съезжаются люди со всего мира, поэтому участники наших митингов со всего земного шара. Это самый лучший способ рассказать всем о том, что происходит в Украине. Кроме того, в среде украинской диаспоры началось волонтерское движение. По всей Италии собирают гуманитарную помощь для беженцев, для военных в АТО. Раньше это были только продукты питания. Теперь это еще и теплая одежда, тепловизоры и другое снаряжение. Также в Италию приезжают майдановцы на лечение и реабилитацию. Диаспора понимает, что в такое тяжкое для Украины время мы должны быть вместе и помогать всем, чем только сможем. Активисты украинской диаспоры проводят акции в поддержку Украины по всей Италии. Наш главный посыл состоит в том, что путинская агрессия представляет собой угрозу не только для Украины, но и для всего мира и демократии как таковой. Мы уверены, что Третья мировая война может начаться и докатиться до Италии очень быстро. Кроме волонтерской помощи, посольство Украины в Италии содействует также украинскому сообществу в активизации его движения и участвует в его работе в форме общественного совета, где принимаются решения о том, чем еще сообщество украинца в Италии может быть Украине полезным. На комете Чурюмова-Герасименко могут появиться украинские горы и кратеры. Первооткрыватель небесного тела украинский астроном Клим Чурюмов считает, что комета – это полностью украинское открытие. Он выразил желание послать заявку в Комиссию Международного астрономического союза, чтобы горы, долины и кратеры на поверхности ядра кометы назвать украинскими топонимами. Дать им название городов, сел, фамилии астрономов, деятелей культуры Украины. Напомню, комета Чурюмова-Герасименко была открыта украинцам в 1969 году. 12 ноября этого года на нее успешно приземлился космический зонд Фила. Субтитры предоставил DimaTorzok Нардеп официально обретает полномочия после принесения присяги в сессионном зале парламента. Взрывы в Харькове координируются спецслужбами Российской Федерации. Бороться с диверсантами нужно общими усилиями силовиковой общественности. Такое заявление сделал глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. Он сообщил, цитирую, Происходят дальнейшие провокации с использованием мин российского производства, которое устанавливает или пытается установить провокаторы диверсанты из зоны АТО. По словам главы СБУ, задержание, в том числе и недавний арест майора милиции, который был причастен к такой деятельности, свидетельствует о том, что угроза остается. Один военный погиб, пятеро получили ранения, и еще один из защитников Донецкого аэропорта освобожден из трехмесячного плена боевиков. Такая статистика за минувшие сутки поступает из зоны АТО. В частности, об этом сообщил спикер информцентра СНБ Андрей Лысенко. По его словам, напряженная ситуация по-прежнему сохраняется в Донецком и Луганском направлениях. Также в районе проведения силовой операции противник осуществляет ротацию живой силы. Так, с одной стороны, зафиксирован частичный вывод российских подразделений. В то же время, по оперативным данным, за прошедшие сутки через пункт пропуска из Варина в направлении Луганска замечено движение пяти колонн российской военной техники, общей численностью около 80 единиц. Большая ее часть – это автомобили, автобусы с личным составом и боеприпасы. В целом, по сравнению с предыдущими днями, количество обстрелов несколько уменьшилось. Во многом это связано с успешными действиями наших артиллеристов, которые наносят существенные потери противнику, пытающемуся атаковать украинских военных и населенные пункты. Противник осуществляет ротацию живой силы. В районе Докучаевска Донецкой области зафиксировано пребывание до 500 боевиков, 15 танков, 20 бронированных машин, 6 установок реактивного огня «Град» и 5 артиллерийских установок. Силы АТО готовы к адекватным действиям в случае активизации врага на этом участке. Запорожский волонтер с инвалидностью помогает бойцам АТО, хотя не может передвигаться из-за давней травмы. Владимир вспомнил еще студенческое хобби, вязание. Теперь собственными руками создает одеяло. Все материалы для вязания ему приносят волонтеры. Изделия Владимира поражают, ведь он творчески подходит даже к вязанию маскировочных халатов типа кикимора. Мне тяжеловато, я по квартире нормально хожу, а вот как выйти, так уже. Ну и она принесла мне. Сначала один капюшон, попробуем нормально. Получается, я уже вторую сделал капюшон, два воротника, четыре рукава, и вот одну такую, и уже вторую плиту. Уже вторая кикимора скоро будет. Оказывать операционную помощь в зоне антитеррористической операции можно будет гораздо проще и быстрее. Три мобильных операционных, оборудованных на базе автомобиля «Урал», 15 декабря отправят на восток Украины. В чем еще нуждаются украинские военнослужащие, узнавала Вероника Сектым. Прежде всего в зоне АТО необходимы мобильные операционные, ведь таким образом оказать помощь раненому бойцу можно в любых условиях. Этот автомобиль «Урал» оснащен специальным медицинским оборудованием и предназначен для спасения жизни военнослужащих. Еще два таких сейчас в производстве. Стоимость только одного мобильного госпиталя без наполнения превышает 140 тысяч гривен. Также у нас санитарный транспорт. На текущий момент 3 единицы мы собрали. Планируем довести их число до 10. И вообще сам госпиталь рассчитан на 27 единиц техники, из них 12 тяжелых. Автомобиль «Урал» повышенной проходимости, а это значит, что качество дорог или бездорожье ему не помеха. Потому операционную смогут доставить куда угодно. Эта машина оснащена аппаратурой для анестезии, так что все операции в ней будут проводить под наркозом. По словам командира 1-го добровольческого мобильного госпиталя, здесь есть все необходимое даже для самой сложной операции. В этой операционной есть необходимый минимум для выполнения операций по сохранению жизни. То есть это огнестрельные, минно-осколочные, взрывные ранения, остановка кровотечений, восстановление жизнедеятельности пациента. В большинстве случаев умение бойцов оказать первую медицинскую помощь может спасти не одну жизнь. Потому сейчас волонтеры проводят занятия для военнослужащих, чтобы научить их хотя бы самому элементарному – остановке кровотечения и наложению бинта. Батальоны, где солдаты-призывники не понимали, насколько важны эти знания, что они будут спасать их жизни. Это действительно то, что может спасти жизни. В первую очередь мы потеряли много раненых из-за того, что парни не умели даже наложить жгут. Там даже не обязательно накладывать жгуты. Главное – научиться останавливать кровотечение. Нет жгута – значит рукав. Нет рукава, ремень или даже кусок тряпки. Но кровотечение необходимо остановить буквально в первые минуты. А еще солдаты остро нуждаются в медикаментах. Особенно в зимний период, когда для повышения иммунитета необходимы витамины. Потому все волонтерские организации пытаются поставлять в зону АТО именно их. Ведь сейчас самое главное, чтобы бойцы на передовой имели достаточно сил, чтобы защитить Родину. Рыника Сектым, Андрей Никонов, БТБ. Спасибо, что вы с нами. До встречи в 21.00 в программе «Важный день», в которой мы и обговорим ход действия в районе антитеррористических операций. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин